Всем здарова, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем наше атмосферное прохождение игры Assassin's Creed 2. Нам нужно теперь помочь нашей сестре Клауди. Вот, для нас есть какое-то задание, давайте посмотрим. Так, расплата за измену, найдите и накажите Дучу. Ну что, какой-то козел, короче, разбил сердце нашей сестренки. И нам нужно его наказать. Давайте сделаем это. Давайте сейчас мы за сестренку-то надаем чуваку по щам. Погнали. Так. Так. Погнали, говорю. И не забраться никуда. Ого, это красиво. Ого. Да ладно? Красиво? Что, реально, что ли, красиво, когда я вот так вот по стенам лазю? Так. Окей. Погнали. Вот здесь у нас получилось забраться. Какое высокое здание-то. О, отлично. Добрались до крыши. Окей. Погнали. На желтый или какой-то салатовый крестик на карте. Так. Отлично. Приземление удачное. О, смотри. Что-то у нас тут появилось. Компанила Джотто. Строительство этой знаменитой колокольни в готическом стиле начал Джотто Ди Бандоне. Известный архитектор и художник. В 1334 году Джотто умер и работами руководил Андреа Пизано. Вплоть до своей гибели в 1348 году во время эпидемии чумы. Строительство колокольни было завершено в 1359 году под руководством Франческо Таленти. Он изменил план Джотто и увеличил каждый из трех верхних этажей так, чтобы при взгляде снизу вверх казалось будто они одной высоты. Башня облицована белым мрамором из Карары, красным мрамором из Сиены и зеленым мрамором из Пратта. Лестница состоит ровно из 414 ступенек. Возможно, в предзнаменовании того, что ровно 414 лет спустя Шарль Месье откроет галактику Водоворот. А может и нет. Вот так, еле выговорил слово. Так, смотрите, вот такая вот у нас колокольня, да, в готическом стиле. Так, а можно я хочу посмотреть на нее. Где она? Где она? Так. Ой. Что-то камера как-то. Колокольня, вот, наверное, да, колокольня это или нет? Ну да, наверное, вот купол, колокольня, церковь. Наверное, да, это она. Ну, так. Вот, кстати, смотри, на этой колокольне есть точка обзора. Ну, ладно, пока давайте не будем. Пока сконцентрируемся на месте за измену нашей сестры. Так. Мы почти прибыли, кстати говоря. Нет, погоди. Как вот спрыгивать-то? Понимаю. Как он, как он впрыгивает? На эф или на пробел? Не знаю. Попробуем так опять. Окей. Так, смотри. Где-то этот чувак здесь. Кстати. О, Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, Амор и Мил. Ну, как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо! Ну, вот застранец-то, а вот застранец. Эй, ты, свинья! Эцео, друг мой. Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. О, 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 махач, махач. Все в аудитории хвостуны. Ну, погнали. Ну, когда доходит до дела. Падла, падла. Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Я мог бы много научить твоей сестру. Никогда. Сестру не обижай. Ты живешь подальше от моей сестры. Я получил по щам. Теперь вы можете избавить негодяев за вознаграждение. А, избивать негодяев за вознаграждение. Отлично. Прошли, короче. Чувак получил по заслугам. Доступны новые драки. Доступны новые драки, прикиньте. Используя на точке обзора. Я понял. Так. Так. Что у нас здесь есть? Недалеко от нас. Смотри, вот точка обзора. Давай. Отправимся сюда, на точку обзора. У нас еще есть фрагмент. Новый. Появился. Точка обзора, наверное, вон там. Наверху. Давай попробуем. Далее, чувак там телепортировался. Так. Надо забраться, короче, на эту. Что-то колокольни. Да, вот этот. В этическом стиле. То есть, это же она. Окей. О, получился, кстати, прыжок веры. В принципе, неплохой. Так. Где тут забраться можно? За что можно зацепиться? Так, али. Ой, сори, сори, чувак. Помидор. Помидоры твои сшип. Сори. Опа, опа, опа. Погоди, а где мне тут залезть-то можно? Есть какие-нибудь уступы? Блин, там чуваки эти стоят. Откуда мне нужно залезть? Может здесь? О, смотри, да. Это же, по-моему, единое здание, да, получается? Сейчас мы как-нибудь переберемся. Так. А я фиг сантин, я не допрыгну. Я не допрыгну. Вот. Хоть, хоть убейся. Эдди. Или с другой стороны вон там. Надо перепрыгивать наверх. Собираться. Возможно. Возможно. Вов-вов-вов-вов. Аккуратно. Аккуратно. Давай-давай-давай, залазь. Блин, а как тут перепрыгнуть-то до этой колокольни? Что-то я вообще не уезжаю. Или с того балкона, что ли, все-таки? Я думаю, что я не допрыгну, нифига. О, смотри, ящичек нашел. Э, открывай. Открой. В смысле? О. Что-то... Что-то как-то не слушается меня. Дэццо. Ладно, погодь. Ой! Из-за чего все это безумие? Женщина, извините. Женщина, ссори. Просто похлебтение бобинцы и заехал. Я не хотел. Я реально не хотел. Так. Я и думал, что так получится. Давай попробуем все-таки. Здесь, короче. Запрыгнуть. О, да. О, да. Получилось. Смотри. Там, походу, можно внутрь еще залезть, да? О, смотри, там ящик внутри. Как-то можно внутрь этой колокольни забраться. Так, погоди. А где здесь цепляться? А вот, наверное, да? Да, вон, смотри. Окошки открыты. Можно, кстати, вовнутрь залезть. Так, попробуем. Он сказал, мама. Так, 115, смотри, 115. Так. Куда ты? Куда ты? Не надо так. Так. Я хрен знает. Правильно, правильно, неправильно я тут лезу. Что-то вообще надо опять на улицу вылазить. Ну, походу дела, да. На улицу. Так, окей. Ну, поползли дальше. Воу-воу-воу. Ты че все залез-то? Че ты опять сюда залез? Кэдзи. По этим окном, что ли? А, ну да, смотри, парами пополз. Отлично. Красота вообще офигеть какая. Ну, я думаю, сейчас все получится. Так. Так. Блин. Офигеть. Офигеть какой он скалолаз. Отлично. И как раз вот забрались на уступ. Прикиньте, сейчас какой ружок веры будет. Так, отлично. Отлично. Красоты. Красоты. О, смотри, там. Давай. О, получился прыжок веры, короче. Офигеть. С такой высоты бы, я думаю, он до днища бы проломил просто вот эту тележку. Так, окей. Окей. Давай дальше. А, у нас что тут пооткрывалось? Станция путешествий какая-то. Пусть кузнец, как это все понятно. Точка обзора, смотри, у нас еще одна. Ну, смотри. А, смотри, драка. Есть. Ну, давай в драку. Пойдем. Сходим. Разомнем кулачки. Сейчас мы кому-нибудь... Кому-нибудь из лица сделаем тесто. Так. Тут подворотня. Нет. О, смотри, ящик. В общем, какой-то другой, да, ящик? Не красный. Ого. 203. Неплохо. Я и смотрю, он какой-то другой, этот ящик. Так. Торговцы картинами, мы же читали, да, уже? Торговцы картинами. Да. Это мы читали уже. Подходи, не стесняюсь. Нет, нет, спасибо. О! Женщина в беде. Муж, подлец, мне изменяет. Я знаю это. И все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Так. Еще одного изменщика, короче, надо наказать. Отвернутая жена. Побейте неверного мужа. Погнали. Найдите неверного мужа. О-о-о-о-о-о, там чуваки. Лечу всех. Молодец. Слава тебе и похвала. Так. Портные. Портные. Думаю, у портного можно купить большую сумку для осторежений и раздобыть разную одежду. Портные, как и торговцы в эпоху Ренессанса, были частью нового среднего класса. Они хорошо зарабатывали тем, что одевали богачей в соответствии с требованиям моды. Многие из них завязывали дружеские отношения со своими клиентами, и поэтому обладали большими влиянием. Портные. Портные, да. Портные, да. Тут не поспоришь. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Блин, что-то докторов здесь развелось, да? Санта-Тринита. Санта-Тринита, как это. Церковь Санта-Тринита. А, это церковь, а Святая Троица, ё-моё. Построена в 1258 году на месте более старой церкви. Она известна тем, что её часовня украшена фресками, повествующими о жизни святого Франциска. Фрески создал Доминика Герландаио, художник, который какое-то время был учителем Микеланджело. Санта-Тринита была главной церковью ордена Балламброза, монахов, принявших обет, молчание и бедность. Фрески славятся своей красотой, однако немногие монахи видели их, ведь они подтверглись телесными наказаниями за выход за пределы монастыря. Прикиньте, да, как всё жестоко было, как всё строго. Вышел, вышел из за пределы церкви, получил люлей. Так, где у нас этот неверный? Так, удержите, чтобы включить орлиния зрения. Так, орлиния зрения включена. Где у нас тут изменщик? Здесь я не вижу никого, может. Здесь, в подворотне? О, вроде там, да? Смотри. А, нет, это сено. Это сено. А где? А, вон. А, нет, это стражники. Погоди. Моя вина с кусатами. Что? С кусатами? Твоя вина? В смысле? Погоди. А, чё-то не могу понять. Там, вообще, смотри, в другой стороне. Надо пробежаться. Чё тут? Чё, стого, чувак. Э, 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 успокойся. Э, спокойно. У чувака припадок, короче, был. О, 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 не, 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 не. Побейте неверного мужа. А, вот он, неверный муж. Здорово. На, получи. Бегите, бегите. Проклятие, я сдаюсь. Это сука. Вау. Моя прекрасная жена. Хе-хе-хе-хе-хе. Я иду домой. Давай, иди. Ты домой к жене. Чтоб я твои яйца в чужих женских руках больше не видел. Так. Ящичек. Отлично. Окей. Чтоб ты имеем теперь. Мы имеем еще одну точку обзора. Точечка обзора. Давай. Сбегаем. Давай сбегаем. В принципе, недалеко, по идее, должна быть точечка обзора. Кузнец. Кузнецов мы, по-моему, тоже читали, да? К этому поспорить, что эти парни могут продать тебе оружие, доспехи, библипасы. Кроме того, они и починят что угодно. А нет, мы не читали. В эпоху Возрождения в каждом городе или деревне должен быть был быть кузнец. Мечи, доспехи, ножи, замки, сковородки и гвозди. Все делалось из металла и всему этому нужно было придавать форму. Кроме того, в эпоху Возрождения многие архитекторы украшали здания металлическими деталями и поэтому кузнецы стали применять свои умения для создания произведения искусства. Да, каждая профессия здесь была вообще на ура, да? Так вот, читаешь. Так, окей. Давай. Где-то здесь у нас точка обзора. Так. Походу, наверное, он здесь. Отсчет не забираешься. Пять. Штяк. Еще немножечко части карты откроем. Карта здесь, по-моему, большая вообще в игре. вот. Так, смотри. Что-то здесь появилось? В принципе, ничего. Так, появилось. А, у нас здесь еще три точки. Три точки. Пайка. Давай-ка их попробуем сейчас все открыть. Бегать. Синхронизировано. Четыре точки из 73, прикинь. Так. Нет, чувак, покупать мы пока ничего не будем у тебя. Извини. Да нет, я просто сокращаю дорогу, так сказать. Вов-вов-вов, залазь ты на эту, на веревку или что это? А, что-то не прыгнул-то. Здесь можно спрятаться. Здесь не забраться. погоди. Надо найти уступ какой-нибудь. уступчик. Чего-то не залазишь-то. Давай. Окей. Так, еще две точки обзора. у нас. Отлично. Карта обновлена, давай. Кто там еще появился? Опять, смотри, сколько лекарей, да, здесь на карте. Просто одни, одни крестики. Так, давай сюда. Погнали, 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 погнали. А, черт. Застекли. А, женщина, извини. Норка? Мышка? Где моя норка? Воу, 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 воу. Насобирал, ты смотри, сколько я там насобирал, чуваку. Давай, есть. Опа, опыт, опа, ты смотри, ты видал? Да пошел ты. Ты видал, да? Камнем, камнем в меня кинули. Бегом, ускорься. Так, отлично, сюда можно. Баста. Пошли, 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 пошли. Раступились. Я, все, я ушел. Меня нет. Оу, камни, камни полетели в ход. Воу, 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 воу. Отлично. Да, куда-то спрятаться. А есть здесь спрятаться? А, все, они меня потеряли из виду, кажись. Отлично, отлично. Ну и как раз мы здесь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Как раз мы возле точки обзора. Нифига, они еще камнями завидали, да, просто сбрасывают. Видели, какие огромные булыжники, они кидают, просто жесть. Таким-то бултожникам, попади, блин, человека убить недолго. В смысле? О, попрыгал такой на корточках. Так, окей. Что у нас тут? Еще одна, короче, точка обзора. Крайней осталась. По крайней мере, сейчас. Надо, короче, ее открыть. Закончить с этими точками обзора, короче, и потом уже спокойно продолжать выполнять квесты. Почему? Пока новые не появятся. А, да, тебе лучше не знать. Так, погодь. где-то. О, слышишь, да? Отлично. Красненький, здесь немного должно быть, но, ну, это неплохо. 104, это даже хорошо. да что-то вниз-то смотришь, давай ты. Че? Это мы читали, да? Ага. Это мы все читали. Погоди. Он туда, что ли? На ту часовню, что ли? Видать, да, видать. Видать, суда. Ух ты, ух ты, как, с какой, с какой доли, ты перепрыгнул, Заметил, видел. Так, дворец Синьории. В 1299 году, Арнольфо де Камбио, построил дворец Синьории, также известный, как Палаццо Векио, для Синьории, правителей Флоренции. Синьории состоялось, девяти человек, которых выбирали, гильдии, по двое от каждого квартала, и Ганфайл Ланьера. Обычно члены Синьории выбирались по жребию, но после того, как к власти пришла семья Медичи, кандидатами становились только друзья этой семьи. Народное самоуправление, не правда ли? Любопытный факт, передняя башня смещена по отношению к центру, так как раньше она была частью другого здания. В башне находятся две маленькие камеры, в одной из которых был заточен Козимо Медичи. Так. Вот так. Так. Ну да, смотри, нам туда наверх. Только, как бы, найти вход-то туда наверх. Так, вон там что ли? СТП. Спрыгивай. Нажмите, чтобы поговорить. С кем я там должен поговорить? Вон там, смотри, чувак стоит какой-то. Пока с ним... Его нет на карте, мы с ним не будем разговаривать пока. Очень. 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 Не то слово, чувак. Очень-очень забавно. Должно быть неплохое было вино. Возможно. Не знаю, не пробовал. Но, я думаю, да. Вино хорошее. Хорошее. Так, окей. Здесь мы забрались. Смотри, ни одного стражника, да, здесь нет. Такое здание-то должно, наверное, охраняться. А, что-то я не вижу ни одного стражника. А, смотри, вон он, вон он. Не место. Ладно, я сейчас, я быстро. И уйду, не буду вас тревожить. Высокая, высокая башня, конечно. Отлично. Это люк, да, смотри, не зайти. А можно в колокол ударить. Отлично. Последняя точка обзора, по крайней мере, которая и есть на карте. Но, как бы, их, в принципе, должно быть очень много. Смотри, что-то, страница кодекса какая-то, смотри, нашлась. Гонка, смотри, появилась у нас. Ну, и начало фрагмента. окей. Два дополнительных какие-то задания открылись. Окей. Друзья, синхронизировано. Отлично. Отлично. Видос у меня подошел к концу. Вот такая вот у нас серия. Такая сегодня наказывали, короче, изменников всяких. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Следующие тесты будем проходить уже в следующем видео. И обязательно комментируем. С вами был Валерий. Субтитры сделал DimaTorzok